пупс некоторые люди могут быть годами рядом с тобой общаешься с ними видишь их каждый божий день но когда они исчезают из твоей жизни кажется будто этих людей и не было вовсе а кто-то промелькнет как метеорит и память о нем точно гвоздь который не выдернуть никаким гвоздодером для меня таким человеком стал пупс я вспоминаю о нем всегда когда вижу увядшую листву подгнившие фрукты пожелтевшие от времени журналы и морщины на лицах стариков он объявился в нашем подмосковном городке в июне 92 приехал с матерью к тетке погостить когда я 12-летний мальчишка впервые встретил его во дворе то подумал этот пацан просто создан для того чтобы другие пацаны его дразнили мелкий пухлый красно щеки с глазами на выкате жидкими русыми волосенками и походка у него была странная гусиная какая-то руки при этом он держал по швам а на оклике оборачивался всем корпусом а еще это глупая улыбка которая прямо таки светилась призывом давай дружить давай дружить и в улыбке да и вообще во всей внешности этого мальчишки было что-то кукольное и не я один это заметил однажды он попался на глаза юрки мошкову главному задерия нашего двора а ты что за хрен с горы ты похож на пупса у моей сеструхи такой был пока я его в костер не бросил юрка сказал это и захохотал указывая пальцем в жертву своих насмешек ну вылитый пупс скажите пацаны двое закадычных дружков его поддержали пупс 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 я редко в чем соглашался с юркой однако в этот раз был вынужден признать пухлый мальчишка действительно напоминал игрушечного пупса а еще я тогда понял что от этого прозвища бедолага теперь не избавиться клеймо поставлена . а что сам пупс он поглядел на юрку его прихвостни даже как-то радостно чем всех удивил пожалуй меня уж точно я ожидал что они у не распустит начнет хныкать от обиды и юрка ожидал того же судя по тому как скривилась его лицо хотел над парнишкой поиздеваться но не получилось но как издеваться когда тот на оскорбление улыбкой отвечает юрка сплюнул сквозь зубы и зашагал прочь а его шоколята следом засеменили но я не сомневался пупса он в покое не оставит и оказался прав юрка был из тех ребят что завидев воздушный шарик испытывают острое желание ткнуть в него иголкой таким шариком и стал пупс юрка никогда не отказывал себе в удовольствии то пинка ему дать то фофон отвесить то обозвать а я смотрел на все это с равнодушием ведь пупс не вызывал во мне симпатии подумаешь кто-то кому-то пинка дал обычное дело и вообще нормальные пацаны должны уметь постоять за себя а будешь лыбиться в ответ на обиду жди беды законы улицы суровы даже для таких щенков коими мы тогда были особенно для таких щенков надо сказать мы с юркой давно выясняли отношения итогом выяснений стали фингал у него выбитый зуб и у меня с тех пор мы относились друг другу с холодным уважением однажды скорее от скуки чем от искреннего желания дать полезный совет сказал пупсу если хочешь чтобы юрка тебя не доставал ударь его он скорее всего тебе наваляет но после в покое оставит главное показать что ты его не боишься пупс пожал плечами а я его не боюсь нисколечко если захочу могу с ним такое сделать что он на всю жизнь запомнит и опять эта улыбка но на этот раз в ней было что-то хитрое что же ты с ним можешь сделать усмехнулся я плюнешь в него и убежишь кое-что похуже был ответ разумеется я ему не поверил решил что пупс только на словах смелый а как снова повстречается с юркой нарисует своей пухлой рожей очередную улыбочку и будет лишь глазами хлопать как случалось уже много раз к слову я пожалуй единственный во дворе кто общался с пупсом дело в том что в то время мне и общаться было не с кем так уж вышло друзья уехали в летний спортивный лагерь я не поехал потому что в конце мая ключицу сломал упав с тарзанки обидно было до жути лето только началось долгожданные каникулы они на велике не покатаешься и в речке не поплаваешь друзья в лагере мне только и оставалось что по двору слоняться но не дома же сидеть в самом-то деле а во дворе пупс когда я садился на скамейку он постоянно рядом присаживался и начинал что-нибудь рассказывать нужно отдать ему должное языком чесать он был гаразд а ты знаешь что первые часы придумали в египте это были солнечные часы в те времена никому и в голову не приходило время измерять а египтяне взяли и сделали часы но есть версия что первые часы изобрели в вавилоне три с половиной тысячи лет назад ну или а ты знаешь что первые механические часы появились более тысячи лет назад они были не точные и у них не было ни стрелок ни циферблата и все в этом духе некоторые марки собирают солдатиков значки этикетки всякие а пупс похоже собирал информацию о часах и о времени он был буквально повернут на этом и мне нравилось его слушать особенно нравились совершенно фантастические истории которая как уверял пупс основана на реальных событиях к примеру он как-то рассказал о китайском мальчике который вдруг появился неизвестно откуда тот младенец разговаривал на древнем диалекте и был уверен что живет шестнадцатом веке а потом он как появился так и исчез неизвестно куда возможно прошлое вернулся и подобных историй пупс знал множество он искренне верил что эти истории правдивы и те времена я начинал открывать для себя таких писателей как рэй бредбери александр беляев клиффорд сей мак роберт железные фантастика меня увлекла и пупс со своими байками можно сказать в наезженную колею въехал истории его нравились а вот отношение к нему по-прежнему оставалось каким-то смутно негативным с ним можно общаться вести дела можно смеяться над их шутками но всегда будет неприязнь причину которой не объяснить трудно это что-то глубинное на уровне шестого чувства всем наверное такие люди в жизни встречались сидишь к примеру в баре с коллегой по работе пьешь пиво и говоришь себе он вроде бы неплохой человек но внутри страж шепчет это неправда и ты почему-то сразу веришь ему и при этом не коришь себя за излишнюю мнительность мне кажется я уже тогда чувствовал что пупс опасен просто не желал этого признавать возможно я слышал внутреннего стража но не прислушивался к его предостережениям не прислушивался и тогда когда пупс показал мне фокус вернее я посчитал это всего лишь фокусом как-то он спросил мы ведь друзья правда я сделал вид что не услышал его пупса это не смутило видимо он считал свой вопрос риторическим как другу я хочу открыть тебе тайну он сильно волновался и как-то нервно поглядывал по сторонам словно опасаясь что его могут подслушать я долго не решался мама говорит об этом вообще никому нельзя рассказывать она боится но ты ведь друг да что за тайна такая не выдержал я он сорвал с куста зеленый лист положил его в ладонь смотри что сейчас будет если честно волнение пупса и мне передалось он принялся считать 1 2 3 смотри смотри лист на его ладони вдруг скукожился потемнел от былой живой зелени и следа не осталось ты видишь голос пупса был переполнен торжеством это я сделал для этого листика прошла неделя я для него время ускорил да меня все это удивило и позабавило но не более того про ускорение времени для листа я разумеется не поверил то что продемонстрировал пупс не доводилось мне доводилось и поинтереснее фокусы видеть к примеру дядя вася с соседнего двора однажды купюру помечены у всех на глазах в клочки порвал а потом он эту самую купюру целую и невредимую вытащил из моего кармана неплохой фокус заявил я пупсу его же затрясло от моих слов лицо стало пунцовым фокус выпал он фальцетом это не фокус листок состарился я время ускорил больше никто так не умеет делать никто ага а я умею ушами мыльные пузыри надувать мне стало смешно и пить носом умею черт пупс да я сейчас все свои тайны тебе открыл никому не расскажешь я захохотал а он обиженно поджав губы им побежал прочь минут через пять вернулся уселся рядом на скамейку и проворчал правильно мама говорила не нужно было тебе это показывать хотелось его еще подколоть но я сдержался расплачется чего доброго какое-то время мы сидели молча а потом он начал рассказывать очередную байку про перемещение во времени юрка со своими прихвостнями так и продолжал донимать пупса горемыка как и прежде отвечал на все издевательства глупой улыбкой и долго ты еще будешь терпеть спросил я однажды да вдаль ты одному из них по носу и они отстанут пупс посмотрел на меня и произнес загадочно они так отстанут но но жди усмехнулся я и знаете он ведь дождался погода в тот день была паршивой ветреной тучи гуляли по небу грозя в любой момент дождем разразиться мы с пупсом как обычно шатались по двору когда к нам подошел юрка с двумя дружками я решил тебя больше не обижать заявил он пупсу вот смотрел на тебя смотрел и понял ты нормальный пацан а то что мы обзывались да и вообще это было испытанием ты ведь ни разу не расплакался мамочки не пожаловался уважуха эх юрка юрка умел он врать а конопатое лицо его при этом было честно и честно и голос такой искренний я в тот момент с трудом сдерживался чтобы не засмеяться пупс по обыкновению улыбался и совсем уж по кукольному хлопал глазками юрка протянул ему руку мир мир тут же отозвался пупс дополнив сказанное робким рукопожатием знаешь мы сейчас с ребятами к баракам идем сообщил непринужденно юрка в прятки играть будем там хорошо в прятки играть давай с нами давай с нами поддержали его прихвостни весело будет давай с нами меня очень удивило что пупс согласился да он был странным но совсем уж дураком не казался я вообще-то догадывался какая участь его ждет потому что это развеселая компашка уже как-то играла в прятки с одним глупым пацаненком злы дни устроили ему ловушку в одном из бараков перепугали чуть ли не до смерти измазали какой-то вонючей гадостью во дворе об этом потом долго судачили и смеялись весело же да я догадывался что ждет пупса но знаете мне хотелось чтобы его проучили как следует так проучили чтобы глупая улыбка навсегда стерлась его лица нет я не желал ему зла по крайней мере мне сейчас так кажется просто хотелось чтобы он раз и навсегда усвоил быть таким наивным смерти подобно однако для очистки совести я все же шепнул ему лучше не ходи с ними пупс посмотрел на меня он прямо-таки сиял от радости почему я очень хочу поиграть с ними в прятки думаю будет весело теперь у меня есть еще три друга после этих слов моя совесть даже не пискнула всему есть предел я мысленно назвал пупса дураком каких еще свет не видывал и у меня появилось огромное желание своими глазами увидеть как безбашенная компашка проучит глупца пятером мы отправились к баракам минут через двадцать были на месте раньше здесь располагался маленький рабочий поселок потом после постройки химического завода эта территория обезлюдила поросла каким-то чахлым бурьяном унылое место мертвое навевающие мысли о том что ничего не вечно серые осклизлые бараки с черными подвалами окон сгнившие ограды покосившиеся столбы электропередач даже деревья выглядели больными словно с уходом людей и почва лишилась питательных соков казалось сама природа не желала дикого возрождения не хотела залечивать раны отличное место для игры в прятки впрочем я так как раз играть не собирался уселся на поросшую лишайником автомобильную покрышку и принялся лузгать семечки помню сломанная ключица ныло ох уж это чертова ключица если бы не она все тем летом для меня было бы иначе ну что начнем оскалился юрка и принялся считать указывая пальцем в каждого из игроков считалка была хитрая я не удивился что водить выпало пупсу впрочем его это даже обрадовала считай до 100 а потом ищи пояснил юрка и смотри не подглядывай пока мы прячемся усек усек кивнул пупс он уперся лбом в стол зажмурился и начал громко считать 1 2 3 4 троица злоумышленников побежала к ближайшему бараку юрка на ходу весело подмигнул мне он знал что я не буду вмешиваться эдакая договоренная солидарность а если бы вмешался не знаю я наверное перестал бы считаться своим и как следствие конец уважению быть своим это значит занимать особое место в дворовой иерархии пацанов это репутация юрка его друзья забежали в барак и рассудил что у них там что-то припрятано например какая-нибудь вонючая гадость которая не пупса измажут а может кое-что и похуже пятьдесят пять пятьдесят шесть дождевые облака ползли по небу на крыше барака каркали вороны ветер шелестел листвой и гонял ссор по пустынным улицам 88 89 продолжал громко считать пупс из барака ни звука не доносилась притаили злоумышленники ждали и я ждал закидывая в рот одну семечку за другой и выплевывая себе под ноги шелуху рядом на ржавую бочку уселась ворона каркнула требовательно дай-дай я никогда не был жадным кинул ей несколько семечек 98 99 100 я иду искать кто не спрятался я не виноват мне тогда показалось что это самые глупые слова учитывая обстоятельства пупс открыл глаза повернулся на месте из барака послышался кашель это было то же самое как если бы юрка выкрикнул иди сюда простофиля мы здесь такое любого насторожила бы вот только не пупса он устремился к бараку я представил себе как этот улух заходит в здание пробирается в сумраке через всякий хлам озирается пытается обнаружить игроков и тут бах словно дикая стая на него набрасывается он орет как резанный но к моему удивлению пупс в барак не пошел потоптался пару секунд возле деревянного проема затем положил ладони к стене повернул голову поглядел на меня в тот момент он походил на какого-то гоблина из страшной сказки черты лица обострились в глазах лихорадочный блеск а улыбка злой была улыбка у меня от нее мурашки по коже побежали я глядел на этого пухлого парня и не узнавал его с возмущенным краем с крыши барака сорвались вороны воздух вокруг здания заколыхался как бывает сильную жару раздался мерзкий звук словно по стеклу водили гигантским гвоздем и я машинально зажал уши ладонями забыв о боли включиться и без того старый барак начал стремительно дряхлеть лучше слова я подобрать не мог именно дряхлеть по стенам расползались пятна гнили доски в некоторых местах превращались в труху деревья и кустарники растущие впритык зданию почернели листва скукожилось часть крыши с грохотом обрушилась одна из стен ввалилась внутрь пупс встряхнул руками будто сбрасывая с них грязь после чего повернулся и зашагал ко мне он больше не улыбался я был настолько шокирован что кажется забыл как дышать часть моего рассудка отрицала увиденное это все не по-настоящему очередной фокус ну в самом деле такого ведь быть не может пупс подошел теперь ты мне веришь он выглядел очень усталым словно фокус лишил его всех сил верю промемлил я мне было страшно пупс пугал меня до дрожи в коленях до тошноты если бы в тот момент на его лице снова появилась та улыбка я наверное штаны бы обмочил заморосил дождик пупс приблизил свое лицо к моему лицу выдохнул ты ведь никому не расскажешь о том что я сделал это была угроза и у меня и мысли не возникало показывать гонор какой там не расскажу обещаю будто со стороны услышал я свой осипший голос пупс постоял несколько мгновений задумчивым видом а потом схватил меня за руку и тут я ощутил бег времени в буквальном смысле чувствовал как уносятся минуты часы дни в моем сознании словно бы появился прибор который все это фиксировал отмечал и внутри меня что-то менялась я ничего не мог поделать был не в состоянии даже отшатнуться от пупса словно парализовала нет скорее я ощущал тесный кокон вокруг себя кокон из которого невозможно выбраться кажется я кричал мой рассудок молила пощаде но вот пупс наконец отпустил мою руку бек времени прекратился облегчение словно выбрался из зоны невероятно высокого давления пупс развернулся и пошел прочь пошатываясь от усталости скоро он скрылся в пелене дождя миновало не менее получаса прежде чем я пришел в себя ключица больше не болела ни капельки сколько нужно времени для заживления сломанной ключицы месяц два у меня начался мандраж на ватных ногах я последовал по разрушенному бараку услышал какое-то странное мычание осторожно вошел внутрь среди гнилых досок и трухи что-то ворочалась я подошел ближе и обомлел увидев трех стариков головы седые лица как печеная картошка они были практически голая одежда истлела двое стариков лежали без движения а третий ползал и мычал это был юрка я его узнал даже сквозь борозды морщин пробивалось что-то от того мальчишки что решил поиграть с пупсом в прятки он посмотрел на меня в его водянистых глазах было безумие я бросился прочь не помню себя бежал сквозь дождь поскальзывался падал дома взял из копилки несколько монет по телефонному автомату что на углу хлебного магазина позвонил в милицию а потом скорую сообщил что в старом рабочем поселке пострадали люди и что искать их нужно в полуразрушенном бараке посреди поселка больше для юрки его друзей я ничего не мог сделать вернулся домой заперся в своей комнате и расплакался несколько дней не выходил на улицу как-то услышал как мать рассказывала отцу на кухне о троих пропавших ребятах с нашего двора всем городом искали до сих пор ищут ночами мне снился один и тот же сон пупс подходит к моему пятиэтажному дому прикладывают руки к стене улыбается точно гоблин ты ведь никому не расскажешь о том что я сделал и дом мой начинает дряхлеть в окнах искаженные мукой лица стариков когда я все же решился выйти на улицу узнал от знакомых ребят что пупс уехал и случилось это по моим расчетам на следующий день после игры в прятки еще узнал что в рабочий поселок наведывались люди в военной форме они оцепили территорию и целых трое суток никого туда не пускали о несчастных стариках ноль информации словно их и не было 25 лет прошло с тех пор но мне все равно иногда снится пупс превращающий мой дом в дряхлое строение а еще с каждым годом все чаще думаю о том времени что он у меня украл месяц-два это было мое время частичка жизни недавно прочел статью в газете там говорилось о небольшом острове в тихом океане в течение короткого времени этот зеленый полный дикой жизни островок превратился в мертвую территорию и ученые не могут найти этому объяснений газетная утка желтая пресса возможно но я прочел эту статью и на меня будто бы холодным ветром из прошлого повеяло почему-то я уверен что пупс жив здоров и мне иногда кажется что он где-то рядом и как раньше ворует время ну что ж друзья вот такая вот отличная история знаю один фильм не помню как он называется но что-то тоже про время там вместо денег время было о и тут пупс короче перешел на новый левел желаю как говорится вам не встретить такого пупса чтобы он у вас не отнимал время потому что время это у нас самый главный ресурс никакие деньги не заменят вам время и никакие деньги скорее всего не дадут вам ваше здоровье так что вкладывайте в себя старайтесь не пить не курить ладно не буду читать нотации а то это затянется слишком надолго спасибо что вы как и всегда слушали эту историю до конца как меня поддержать вы и так сами знаете услышимся следующей интересной истории